Девушки отдыхают Наводят порядок у себя дома Точно так же имеет смысл Пользуясь современными инструментами Вводить порядок на тех сайтах Куда мы регулярно ходим для общения Проблема троллей и всяких неадекватов В интернете стоит очень остро И иногда просто не хватает ни сил, ни желания На каждого из них находить управу Заниматься всякими конфликтами, комиссиями, жалобами и прочим Кроме того, часто бывает, что тролль действует не в вашей среде А в чьей-то чужой Например, в чужом живом журнале В чужом канале YouTube и так далее Тем не менее, смысловой и эмоциональный мусор Такого рода можно и нужно фильтровать И сегодня я поделюсь парой рецептов Которые я сам использую Они не требуют какой-то супертехнической грамотности Первое приближение этого достаточно Для того, чтобы прибраться В своем собственном интернете Я очень надеюсь, что впоследствии К этому ролику подключатся люди, которые Более профессионально владеют этой темой Потому что веб не моя специализация И этим, к сожалению, сейчас занялся постольку Поскольку мне эту тему заинтересовал Вообще, для эмоционального старта Необходимо чертыхнуться Когда вся эта тема с гипертекстами только поднималась Во времена программ типа TechHelp Help системы Borland И тому подобных Всегда заявлялось, что HTML И всякие гипертексты И редакторы What you see is what you get Должны в итоге дать возможность Любому человеку Без специальных знаний Сделать достойного вида сложный документ При помощи простых визуальных элементов На практике создание даже среднего сайта Превратилось в какую-то чудовищно сложную отрасль Смешение нескольких языков Программирования, технологии И еще бог знает чего И фактически то, чем мы сегодня будем заниматься Будем применять программирование для чтения даже А не для создания сайта То есть уже дошло до такого Это, конечно, совершенно не то, что нам обещали Когда вся эта тема зарождалась Для начала я покажу неизвестную сторону Довольно известного инструмента Который называется Adblock Я буду пользоваться браузером Chrome Это редакция для Linux Но, в общем, с точностью до некоторых иконок Он точно так же выглядит и ведет себя в Windows Вам необходимо установить себе Chrome Это бесплатно Итак, для начала мы посмотрим, как выглядит лента Какого-нибудь интересного нам пользователя Это довольно удобный способ читать новости Можно воспользоваться лентой другого человека Вот я, например, люблю эту ленту конкретную Итак, мы ее обновляем И вот видим, на что эта лента похожа Если у нас не используется никаких специальных инструментов Как мы видим Страница, в общем, завалена всякой лишней информацией Полно анимации, рекламы И всякие не очень нужные люди висят И стопы ЖЖ Что-то еще есть Платные промо-блоки Которые нам тоже не всегда интересны Опять анимационный баннер и так далее Он даже еще пытается и звук играть прямо сейчас Итак, первая стандартная вещь, которую нужно делать на любой установке Компьютера свежей Это, конечно же, сразу после установки Chrome Поставить адблок Это можно сделать разными способами Я возьмем самый простой Зайдем на Google Набираем адблок плюс И первая же ссылка ведет нас на Сайт, где, собственно, распространяется плагин для Chrome Он существует и для многих других браузеров Вот, ну, я буду пользоваться именно этим Устанавливаем Все, на этом месте адблок у нас уже поставлен Мы можем видеть, что он активен Потому что у нас появилась его иконка в конце адресной строки По правой кнопке здесь доступен ряд команд и настроек Вот, смотрите, как выглядит та же самая лента После обновления экрана с установленным адблоком Видно, что мусора стало гораздо меньше Но, в общем, все еще его много В настоящий момент адблок действует без каких-либо пользовательских настроек Только с тем, с тем, с чем он был установлен Попробуем использовать возможность создания собственного фильтра Нажимаем на адблок Убираем заблокировать элемент Как мы видим С помощью введения курсора Адблок подсвечивает, какой блок он попытается сейчас заблокировать Главное, не заблокировать лишнего Давайте начнем вот с этого неприятного баннера сверху Который у нас не убран Кликаем на него Что он нам предлагает? Перед тем, как элемент добавить в список Его можно подедактировать Что мы сейчас и сделаем Значит, первая часть, понятное дело, это имя сервера С которого берется этот элемент Я предлагаю сразу имя хоста заменить на звездочку Потому что уверен, что этих хостов много Вот, и уникальную часть фильтра Тоже предлагаю стереть И заменить все вот это вот На звездочку Которая будет означать, что любые УРЛ с таким началом Будут удаляться Гарантии, что такой фильтр сработает, нет Но тут нужно экспериментировать Добавляем Упс Видите? Лента сразу стала гораздо красивее Давайте посмотрим, что можно сделать еще полезного В качестве эксперимента Например, мне не нравится вот этот рекламный блок Целиком Я не хочу убирать отдельные рекламы Не хочу авторизовывать Сейчас Убираем Заблокировать элемент Убираем квадрат целиком Смотрим Захватывает все Этот блок Не захватывает ничего лишнего Да, нам это подходит Так, вот какой фильтр нам предлагается по умолчанию Только в этом конкретном ЖЖ Эту часть мы стираем Мы хотим, чтобы он действовал во всем Он был в живом журнале И, соответственно, селектор для этого элемента На HTML Тут нет никаких ID Так что, в общем, ничего редактировать не будем Думаю, что это должно помочь Добавили Упс Мусора на экране стало еще меньше А вот более сложный момент Допустим Меня раздражает вот эта нижняя часть Которая называется По-моему, LG Times Выбираем Заблокировать элемент И видим, что Получается, да Ну, бывает еще сложность с этим Сейчас мне удалось захватить элемент целиком Всю строку Смотрим Что он нам предлагает Опять удаляем часть, которая относится Конкретному Журналу Здесь никаких уникальных ID не содержится Добавляем элемент Упс У нас не стало LG Times Зато видно, что под ним осталась какая-то подложка Давайте попробуем Можно ли ее тоже удалить Да Тут есть еще один контейнер Давайте попробуем его удалить тоже Что он нам предлагает Еще один контейнер Который Внутри которого до этого лежал другой контейнер Ими журналы опять же стираем Во Таким образом мы очистили экран Чуть-чуть Что можно еще продемонстрировать Третье Вот, например, существует такая вещь, как Промо Промо-блоки Которые часто весьма раздражают Не имею ничего против лично этого блогера Но продемонстрирую, как это делается Заблокировать элемент Убираем промо-блок Смотрим, что он нам предлагает Он опять предлагает на конкретном живом журнале Ими сервера мы стираем Вот так обозначается Видимо, это такой внутренний ID Для блока, который помечен как промо Добавили Все Этого блока тоже нет И как видно, страница стала похожа на Человеческий вид Теперь более тонкая вещь Вот, предположим, нас не устраивает Топ-ЖЖ Самая дефицитная вещь Которую могут отнимать у вас Не самые приятные пользователи Это время и нервы Зачем лишний раз тратить свое внимание На людей, которые этого внимания В общем, не заслуживают И в лучшем случае просто вы потратите время даром Чтобы обнаружить, какие блоки нужно заблокировать Для того, чтобы отредактировать вот этот вот блок Придется посмотреть на содержимое страницы В Хроме это сделать довольно просто Достаточно Щелкнуть правой кнопкой в какой-нибудь области И выбрать Инспектора кода Здесь, так сказать, сайт-бай-сайт Мы видим код, который нам передал сервер И как он отображается Нам нужно найти правильный блок Блок можно найти вот таким подсвечиванием мышкой Мы видим, какой из блоков мы выделяем Соответственно, соответствующий раздел Смотрим Давайте посмотрим, из чего состоит блок Топ-ЖЖ Некий хедр Дальше опять же мышкой раскрываем подкласс И там должен получиться какой-то список в итоге Где у нас класс? Вот у нас наш список Заголовок Параграф И вот мы спускаемся до места, где, собственно, видно имя пользователя Объявляется специальный класс И в этом классе есть свойства Вот свойства, например, есть DataLG User До такого случая у меня есть готовый шавлон, которым я сейчас воспользуюсь Кроме того, что отблок позволяет добавлять новые фильтры С помощью кликов мышки Там, выделения областей Фильтры, если знать синтаксис, можно писать и непосредственно в текстном режиме Для этого надо пойти в настройки от блока Вот мы уже видим фильтры, которые мы добавляли только что И мы сейчас к ним добавим еще кое-что Я выбираю опцию редактировать как текст Вот у меня есть заготовочка Все, что нужно сделать Добавить вместо вот этих блоков Имя какого-нибудь конкретного пользователя И повторить эту магию Четыре раза Применяем изменения Закрываем инспектора Обновляем страничку Смотрите, каким аккуратным стал наш ТОП-ЖЖ Подвал свободен В шапке ничего лишнего нет В общем, теперь сайт похож на человеческий вид И с ним можно работать Попробуем вариант чуть сложнее Хорошо, что мы можем почистить ТОП-ЖЖ Хорошо, что мы можем убрать ненужные всякие промы и прочее А что если у нас есть люди С которыми мы В общем-то не хотим общаться А по-хорошему нам бы даже и не видеть Чего они тут пишут Вот смотрите, как причесалась лента Другого известного журнала Похожего на человека Между прочим В порядке Вот, например Мы вряд ли будем пользоваться чем-то из вот этих элементов Они явно занимают место на странице Давайте проверим Что нам предложат Отблок на эту тему Стираем журнала Все лайки Вуаля Блок исчез Здесь похоже какой-то невидимый контейнер остался Можно попробовать его найти с помощью Нет, никакого контейнера не видно Но при желании все, что выделяется, можно скрыть Главное не скрыть лишнего Если бы я, например, сейчас раздражал вот этот конкретный участок Я бы мог скрыть и его Но не буду В принципе, меня устраивает страница в штатном виде Так вот А теперь более сложный момент А именно Работа с комментариями Я, например, использую просто случайный пост И И к этим людям у меня никаких претензий нет И этих людей я не знаю Просто использую их как Как предмет для демонстрации технологии Предположим Я столкнулся с неадекватным поведением Некого конкретного пользователя А у меня с некоторых пор, что называется Короткое терпение на идиотов Я считаю, что человеку нужно С первого неадекватного шага Начинать игнорировать И больше не тратить на него свое время Предположим на секунду, что Скажем, вот этот пользователь Который меня ничем не насолил Я его не знаю Предположим, что я не хочу больше Видеть его посты Что здесь можно сделать? Ну, давайте проверим мой шаблон Значит, мы знаем, как пользователь зовут Идем в настройки от блока Редактируем фильтры Значит, наша заготовка Из четырех строчек Которая позволяет Убирать все упоминания О пользователе Применяем изменения Обновляем страничку Мы видим, что Отблок нашел Упоминание имени пользователя И, как мы и просили, стер Но сам пост Это никак не На сам пост Это никак не повлияло Почему? Потому что пост находится В другом контейнере То есть, для того, чтобы убрать Этот элемент На основании имени пользователя Нужно выбрать не сам контейнер В котором мы нашли имя Я заранее извиняюсь Перед людьми Которые хорошо разбираются В этой теме Я объясняю на пальцах Для тех, кто не понимает В этом совсем ничего Нам нужно как бы выбрать коробочку В которой лежала коробочка Которую мы нашли То есть, нам нужен контейнер Более высокого порядка И вот это вещь Которую отблок делать не умеет В принципе, такой вариант Тоже неплохой И отблок настраивается Гораздо проще Если вы просто хотите видеть Что пользователь чем-то выделялся Из остальных Вы не хотите на него отвечать Но хотите продолжать читать его То это неплохой вариант От ним можно пользоваться Если к этому прибавить Фильтр уведомлений на почту А там тоже нужно создать фильтр Естественно, чтобы вас не сыпало Комментариями от неадекватов В принципе, эти два решения вместе Фильтр почты плюс отблок Дают неплохой вариант Для спокойного существования в ЖЖ Но этого, конечно, мало И вот для этого второго мало Мы воспользуемся Более продвинутым решением И это главное О чем я сегодня хочу рассказать Итак, я открою пользователя обратно Потому что он нам понадобится Для эксперимента Вот мы видим Имя пользователя вернулось Как же нам убрать от него Все следы Чтобы не видеть вообще ничего из него Для этого существует альтернативная технология Альтернативный плагин Плагин, которому нужно поставить Второй плагин называется Temper Monkey Его можно найти в коллекции расширений Для хрома Добавить расширения Ищем Temper Monkey Добавить хром Все, с этого момента Расширение Temper Monkey Установлено То, что оно работает Видно по Этой иконке А то, что на нем Не отображается ни одной циферки Показывает, что Для данного сайта На котором мы сейчас находимся У него нет ни одного Установленного скрипта В чем суть И что делает этот самый Temper Monkey Temper Monkey позволяет вам На клиентском устройстве В данном случае На Персональном компьютере Выполнить Какие-то скрипты Уже после того Как сервер передал вам Данные со страницы И вообще говоря Делать можно практически все Что можно делать на сервере То же самое можно делать и С помощью скриптов Люди, которые этим Хорошо владеют И реально заморачиваются Они могут просто Переформатировать Какую-нибудь страницу Под себя То есть Можно взять данные Которые вы получили С сайта Поменять на них Любые свойства Часть данных убрать Часть данных Изменить вид Там не знаю Шрифты Цвета Форматирование Все что угодно И Отобразить Страницу В измененном виде Сегодня я поделюсь скриптом Думя скриптами Для начала Продемонстрирую Как это выглядит На Живом журнале Итак Нам нужно загрузить Сюда И вставить Готовый скрипт Я поделюсь с ним Либо через комментарий Либо через Ссылку Под видео Есть у меня такой скриптик Готовый Очень простой Мы просто копируем его Как текст Выбираем Создать новый скрипт Стираем весь шаблон Вставляем наш скрипт Нажимаем Сохранить Значит Видно сразу что Скрипт сохранился В папочке Установленные скрипты Называется он LG Cleanup Вот Если на него два раза щелкнуть Можно выйти в его Текст И Редактировать Вот это частично Служебная информация Поэтому ее надо Исправлять аккуратно Здесь подключаются Библиотеки внешние Для работы Объявляется сайт До которого действует Скрипт То есть на других сайтах Он действовать не будет Это важно Потому что Быстродействие Это важно И не нужно лишних скриптов Всполнять В день и попадя Кроме того Это может порушить Вид страницы Значит Все что нам здесь Нужно сделать Это подставить Имя необходимого пользователя Вот в эту последнюю строчку И пользователя Нашего подопытного Зовут вот так Сохранили Делаем Обновить Единственное Что нам напоминает Что здесь был Какой-то другой пользователь Это то Что отступ Сохранился То что здесь Сохранился отступ Который был У предыдущей ветки По большому счету Если заморочиться Можно и этот отступ Убрать Но я думаю Что в таком виде Страница Совершенно не портится Вот так выглядит Страница Без Неугодного нам Пользователя В качестве Дополнительного Примера Вот посмотрите Здесь есть Пользователь Который Является Не пользователем ЖЖ А он Авторизовался Через По-моему Это ВКонтакт И даже здесь В всплывающей Подсказке Видно Что таким пользователем ЖЖ присваивает Собственный Внутренний Элемент То есть Фильтровать их Нужно не по имени А по внутреннему Имени Вот этому Как нам Модифицируют Данный скрипт Чтобы он Убирал Двух Пользователей Очень просто Нужно скопировать Нижнюю строку И подставить В нее Нужного нам Пользователя Сохранили Зашли Сделали Обновить Так И операция Не срабатывает Давайте Разбираться Почему То есть Свойства этих Объектов Чем-то Отличаются Что мы могли Пропустить Смотрим В инспекторе Классов И обращаем Внимание Что Если мы берем Нативного пользователя Жжи И находим Его В таблице То Класс Который у него Отображается Называется I Лж Изменение Сохранили Обновляем И вуаля Все получилось Так Что у нас тут за блок Который нас раздражает Давайте Берем его С помощью От блока И не нравятся Эти новости Партнеров Стираем Хост Добавляем Вот смотрите Теперь внутренняя Страничка Тоже выглядит Вполне себе По-человечески Оцените Какие возможности Это дает Для Спокойного Существования На форуме Если у вас есть Любой элемент Который можно Как-то отнести К пользователю К уникальному Пользователю Значит этот элемент Можно и отфильтровать Тоже То есть Вы можете Пользоваться Практически Такой Собственной копией Или проекцией Интернета И вам не обязательно Видеть людей И реплики Которых вы не хотите Видеть И между прочим Им тоже Я например Строго за то Чтобы они тоже Добавили меня В свой фильтр И не видели То что я пишу Нам действительно Не о чем говорить Так что Всем будет легче А для поисковых Систем Это будет Довольно Эффективно А теперь Посмотрим Как тут же Самую логику Можно применить К Сайту YouTube Идем мы К сегодняшнему Касту Михаила Про Так называемых Училок Смотрим Трек Комментариев И находим Какого-нибудь Например Кота Горыныча Который вас достал Вам надоело Слушать Про его Проживание Мифов Каждый день И вы не хотите Больше его видеть Нет Ничего проще Берем еще Одну Заготовку Очень похожий Скрипт Который Называется YouTube Cleanup Создаем Второй Скрипт В TemperMonkey Стираем Шаблон Вставляем Нашу Заготовку Сохраняем На вкладочке Установленные скрипты Сразу видно Что у нас Теперь два скрипта Он даже Подставляет иконки Где Эти скрипты Действуют Видно Что оба скрипта Включены Их можно Выключать Когда это необходимо Смотрим На содержимое Нашего YouTube Итак Нам нужно Сюда подставить Имя пользователя Как оно Отображается На Сайте Сохраняем Идем В наш Собственный В тот же Самый Ролик Обратите Внимание Что я Не залогинен Так что я Совершенно Внешний Пользатель По отношению К этому Сайту В данный Момент И просто Нажимаю Обновить И Собственно Все С этого Момента Некто Код Горыныч Больше Вас Никогда Беспокоить Не будет YouTube Тоже Поддерживает Некоторые Внешние Аккаунты Поэтому Может Такое Случиться Что Селектор Который Здесь Выбран Может Не сработать Для Какого Нибудь Внешнего Пользования Но Тут Нужно Дописывать Немножко Подпилить Скрипт Под Конкретную Задачу Вообще Говоря Скрипт Можно Развить Тут Если Пофантазировать Можно Например Если Зачем Это Кому-то Нужно Можно Например Перед Удалением Комментария Можно Автоматически Ставить На нем Дислайк Я не вижу В этом Большого Смысла Но Это В общем Не сложно Делается Можно Выделять Цветом Наоборот Например Зеленым Комментарии Каких-то Нужных Вам Пользователей Опять же Нужно Просто Развить Скрипт Немножко Потому что Любые Свойства Подлежат Изменения Можно Я думаю Что это Не очень Сложно Боковой Блок Который Предлагает Вам Некие Ролики К просмотру Если В нем Если В этом Блоке Есть В коде Посмотрите Если В нем Хранится Какой-то ID Пользователя То Его Гарантированно Можно Скрыть Из этой Ленты И Просто Не Видеть Ролики Больше Даже Они Вам По ID Пользователя Возможности Которые Технология Открывает Широчайшие Можно Наконец Перестать Стуку Цолбами С людьми С которыми Вы знаете Что Вы с ними Договориться Не можете Не обязательно Это феминистки И вообще Говорят Любого Сайта Можно Дописать Аналогичный Скрипт И Не знать Больше Проблем Обратите Внимание Что Иконка Айперманки Показывает Сколько Скриптов Сработало Для Данного Сайта Если Если Поверх Этой Иконки Не отображается Никакой Цифры Это Означает Что По какой-то Причине Скрипт Не сработал Либо Там Неправильно Выбрана Маска Для Сайтов Либо Скрипт Выключен Либо Плагин Выключен Нужно Разбираться В общем И так Далее Как-то Так 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 что Идея Насчет Разрешить Комментировать Всем Очень Хорошая Я даже Думаю Что Возможно Стоит Подумать О том Чтобы Действительно Сделать Какой-то Централизованный Реестр Пользователей Из Который Каждый Каждый Мог Брать Себе Готовым Копипастом Шаблон Чтобы Сразу Блокировать Всех Пользователей Которые Уже Хорошо Себя Зарекомендовали Что С ними Беседовать Нельзя И не Нужно Так что Все Комрады Которые Занимаются Вебмастерингом На серьезном Урне Приграшаются Комментарии Нам бы Очень Пригодилась Ваша Экспертиза Хотя Даже В таком Виде Скрипт Позволит Вам Совершенно По-новому Жить В интернете Я вас Уверяю С тех пор Как я Добавил Человек 20 В черный Список Жж Жизнь Стала Гораздо Лучше И Спокойнее Единственное Что Эти фильтры Нужно Продублировать Не забыть В почте Потому что Уведомления О комментариях Приходят Либо Уведомления Нужно Совсем Отключить Если Вам Это Не важно Либо Добавить Фильтры На почтовом Сервере То же самое По именам Пользователей Там Они входят Либо в заголовок Либо в тело Письма Чаще в заголовок И все Да здравствует Чистый интернет Комментарии Приложения Пожалуйста Оставляйте Ниже